Баунтихантер, Бистмастер, Клокверк и Тимбер. Вот так, чем они решили в Фантом Лансе Ракон. На самом деле, Тимбер не видела миллион лет, и очень интересно, как они его реализуют, скажем так. Да, действительно, Тимбер, который наверняка отправился еще и на корпозицию от команды Имморталс. Как-никак действительно имеется Бистмастер, имеется Клокверк и Баунтихантер. Слушай, пик очень интересный в плане того, что не совсем понятно, кто же здесь будет саппортом пятой позиции. По-моему, довольно-таки жадно нам пикали Имморталс, и я все-таки... Ну, они отправят, например, к Бистмастер у нас... А, слушай, подожди, вообще четыре били героя, кстати, я его только сейчас заметила. Да, к Сирчику сюда подъехать. Редко такое встречается. И вот из-за всего этого на данный момент мне пик из Джи Джи нравится больше, и нравился бы, если бы у них под нагу Сирена была какая-то комбинация, например, с Джизраптором. Но пока, как таковой, комбинации нет, поэтому я не совсем понимаю, зачем эта нага Сирена вообще. А вот, кстати, когда нага Сирена нажимает сон, Змейки работают? Ну, Шадо Шамана. Змейки... Шадо Шаман нет, нет, нет. Ну, в смысле, они работают, они стоят, но они бить не могут тоже. По Тавору. А, по Тавору, по Тавору работают. Это да. Это вариант. Это хорошая комбинушка от команды из Джи Джи. По Тавору Змейки сто процентов будут работать. Интересно, просто в любом случае мне не очень нравится, что под нагу ноль героев, которые как-то могут помочь. Поэтому она бесполезна. То есть, я понимаю, что там, если вот эта комбинация, это еще какой-то плюс, разумеется, в копилку, но тем не менее, обычно ты все-таки не всегда Ставора будешь забирать со Змейками. Змейки так их ломают, я слышала, неплохо. На отход разве что, как вариант. Но Иммортал по первой карте, они сами по себе выглядели сильнее. Интересно, как они реализуют то, что у них сейчас имеется. Потому что пока пик и правда очень интересный. Тибер будет как корм, скорее всего, просто как, знаешь, вот часто там Алох тот же исполнял его там на легкую линию, отправляли, что-то в таком. Но в данном случае его отправят стоять против Драгонайта. По крайней мере, так Иммортал планируют сделать, на мой взгляд. Бестмастер третья позиция. А вот что сделать с Клокверком? Клокверк получается четверка и БХ четверка. И вот тут непонятно. Непонятно, определенно. Ну, что-то интересное явно. Я не знаю, то есть как-то БХ и Клокверк в одном пике, вот это явные прям четверки. И Бестмастер есть, странный на самом деле. Может, мы пока не разгадали их, скажем так, сложную стратегию. Тинкер появляется для Имморталс, и это не совсем тот герой, который прям супер-классно комбинировался бы с всеми персонажами, которые имелись до этого. Но Рио исполняет на данном герое, и, в принципе, против Фантом Лансера с Ганимчиком будет смотреться весьма-весьма неплохо. На самом деле он заходит сюда круто, потому что есть Бестмастер, который дает Вижен, и Баунти Хантер, самый лучший герой в связке с Тинкером. Это кто БХ? Потому что ты даешь трек, он просто спокойно добиваешь там всяких саппортов, вообще тебе никто ничего сделать не может. И пока еще у СЖ нет, чем этого самого Тинкера ловить. Да, действительно, ракетками здесь будет носиться очень много демеджа, и за счет Баунти Хантера в некоторых случаях летального. Что ж, Имморталс напикали. Нужно придумывать пятого персонажа в команде СЖ, насколько я понимаю, должен быть герой на сложную линию, так как Нага уже четверка, Шедушаман наверняка пятерка, и, да, появляется Шторм Спирит против Тинкера. Тинкер вариант супер хороший, я не совсем понял, почему Имморталс брали Тинкера, не отправив в бан Шторм Спирита. Я, на самом деле, подумал, что просто это уже как данное надо принимать, если берется Тинкер, то Шторм в бане. И вот теперь из GG смотрится очень опасно. Персонажи есть против Тинкера, то есть тот же Зевс бы заехал, бы Шторм в бане. Зевс очень хорошо против него работает, и я даже думала, честно говоря, что даже вероятнее, что Зевс появится. Но взяли Шторма, это уже зависит от, в принципе, стратегии героев. Мне лично Шторм импонирует больше, но чаще всего в последнее время Зевса хвалят против Тинкера и так далее. Но это их выбор. Мне, например, я согласна Шторм. Если у вас, например, игрок на Шторм Спирите чувствует себя комфортнее, и может на этом персонаже много делать, почему бы его не взять? Соответственно, ДК это будет Дейкс Майка, который отправится как Хардлайнер в сложную линию. Ну, Шторм Спирит, соответственно, мид. И фармить будет Фантом Лансер. Вроде бы все достаточно просто и понятно. Да, ну что ж, готовимся переноситься уже на карту. Еще раз напомню, что это уже вторая карта, что и Мортал Сна 1 уже задоминировали своих оппонентов. Ну, а сейчас посмотрим, что же они смогут сделать вот с вот таким абсолютно неординарным пиком в этот раз. Итак, заставочка из Текена. Куда ж без нее. Вообще, очень интересно, каким образом все же команда ИДЖИДЖИ будет пытаться бороться с Тинкером. Ну, то есть, понятное дело, что да, есть Сон Наги Сирены, есть Шторм, который после уровня 12 уже начинает очень хорошо работать против Тинкера, потому что до этого момента поймать его не так-то уж и легко. Но нету какого-то вот скиллов, которые с маленьким кулдауном, который ты постоянно можешь использовать, да, против этого Тинкера с контролем. То есть, какой-нибудь Сэн Кинг не заехал в их пик, а мог бы заехать и смотрелся бы там суперкруто на четвертой позиции. Но Нага там первым пиком, так что, в принципе, все понятно. Окей, посмотрим. Пока же только лишь Штормом, по идее, можно ловить Тинкера. Ну, плюс Сон, да, как я уже и сказал. Но Сон очень большой кулдаун имеет, об этом тоже не стоит забывать. Знаешь, что еще я заметила? Я понимаю, ребята, кому интересно, то есть я там замечаю, вот четыре мили героя вообще, кто бы об этом мог подумать? Только я, наверное. Но еще я заметила, что есть Клокверк, Тинкер и Тимбер. Это герои, они как бы, как роботы механические такие, да? Ты не замечал, что это их способности? Да-да-да-да-да-да, Тинкер, Клокверк и Тимбер. Поэтому у них синергия в команде будет хорошая. Слушай, так это же команда А. Т, значит, Тинкер. Ну, я понимаю, что все... У меня вот есть такая особенность. Ладно. Все, серьезные, серьезные комментаторы. Ду-ду-ду. Перезагрузка, поехали. Окей, ну что ж, расходятся потихонечку по линиям, готовятся ставить фарды. Вообще, давай представим команды, потому что сегодня мы почему-то без представления коллективов обошлись. Станкинг будет исполнять пятерку Шадоу Шамана. Фантом Ленсер, это Киви Эйч, он будет фармить. Непонятно пока что еще в какой линии, но это явно первая позиция коллектива из Джи-Джи. Драгонайтс отправляется на сложную линию, на нем исполняет Экс Майк. Ну и, конечно, Нага Сирена, Фли, саппорт четвертой позиции команды из Джи-Джи. Ну, Шторм Спирит, Виллиан, Намид. Ну, Клокверк от Фэпи, он уже сегодня на нем играл, и это очень достойно. Лично мне понравилось, поэтому это та самая четверка. Ну, они даже в прошлой игре, посмотри, был Чен и Клокверк. Тоже можно... такое странное распределение. Ну, на Баунти Хантере, Импи будет играть на Тимбере. То есть, вот он, первая позиция Вэлла на Бестмастере. Ну, и Роя будет играть на Тинкере. И от него в этой игре очень-очень многое зависит. Да, будем надеяться, что Роя покажет нам суперкрутые раскасты с Дагончиком, с чем-нибудь подобным. Вообще, в последнее время на Тинкере этот билд претерпел некие изменения. То есть, до этого постоянно делали ту же самую линзу, после чего собирали Аганим, и дальше уже либо Аганим, либо Дагон. То есть, у тебя выбор. В последнее время после Аганима собирается Дагон, за счет того, что Тинкер действительно очень неплохо фармит. После Дагона иногда появляется Хекс, и действительно Тинкер стал таким более вариативным в плане этом билда персонажа в последнем патче. Да, ну, Даггер, конечно, да, без Даггера никуда, до Тинкера. Давай сразу по линии пройдемся, потому что сейчас, вот, ребята, правда, у Америки, я не знаю, что в СНГ, посмотрим и в Европе, посмотрим буквально уже послезавтра, там как раз начнется у нас мажор. А вот здесь просто говоришь позиция, потому что кто на какую линию пойдет, здесь уже никогда ты не угадаешь. Но сразу видим, что Имморталс угадали, куда отправился Дисмайк, потому что я говорила во время пиков банов, что они хотят отправить Тинкера стоять против ДК. И так получилось. И против Тинкера ДК не делает вообще ничего. Смотри, что пошел у МПИ. У них такой у обоих пассивочки на реген, но работает МПИ против Драгонайта получше, скажем так. Так, тут у Дубу проблемы, Дубу просветили, и Дубу наверняка будут убивать. Да, это первая кровь для команды из GG. Фли совершает это убийство, и в итоге получилось у себя неплохо. Вот такие вот просветочки, прям на первом же уровне, против Баунти Хантера сыграли дурную шутку. Дальше Феби. Тоже в когах пытается здесь немного выжечь маны Шдушаману. И КВИ, самое главное, что спокойно фармит все это время. То есть КВИ, ну ладно, он пропустил пару крипов, 4 крипа у него добитых на второй минуте. Ну, за счет того, что как раз таки агрессировали на того самого Баунти Хантера, пару крипов ПЛ и пропустил. Но первая кровь все равно за командой из GG, и смотрится весьма-весьма неплохо. Шторм очень плохо чувствует себя на милл-линии. Сюда еще и приходит БХ. Дубу будет помогать своему тиммейту. Ну вот, до шестого уровня у Шнард Спирита против Тинкера. Это просто самая худшая линия, которую только можно было бы придумать. Очень малый АППУ. Еще буквально один удар, и подходит вовремя Фантом Лансер, который копьем делает второй фраг для своей команды. Да, весьма неплохо действительно получается. И GG берут эту игру в свои руки. Но за счет таких утранних файтов не всегда игра выигрывается. Главное фармить. Главное, чтобы ПЛ действительно добивал крипов у себя на линии. И тот же самый Драгонайт тоже не брезгал тех самых крипов добить. Хотя Тимбер его уже потихонечку пробивает. Ну, как минимум снижается его порог здоровья. Ну, в начале это не будет наступ... Хотя просто посмотри, что они делают в своем с Баунти Хантером. Изничь ножа от Икс Майка. Ну, я не знаю, как он будет стоять против такой линии. То есть, если еще БХ будет приходить, это слишком легкие фраги. Это минус слишком много силы для Драгонайта. И ДК даже с вторым уровнем своей пассивы не справляется с такой ситуацией. МП причем еще очень грамотно делает. Он пытается подвести своего оппонента к лесу. И прожать Верлинг Десс именно в этой ситуации. То есть, чтобы нанести чистый урон. Чтобы зацепило дерево. Чтобы все-таки Икс Майка тоже зацепило в такой ситуации. Это очень больно для Драгонайта. Потому что, действительно, его наилучшая сторона это то, что у него очень много брони. За счет пассива, очень много регенерации тоже. Но эту броню игнорируют. Тимберсоу, что магическим, что чистым уроном. Поэтому Тимберс смотрится супер круто против Драгонайта. Вот оно. Минус четверть ДК. Отлетел буквально с одного нюка от МП. Но МП может еще и второй раз прожать. И чуть больше дамаж занести. И Балбуха очень долго здесь провел время. Потому что он думал, что еще раз получится тогда так легко ДК убить. Но сюда перетягивается Нага. Посмотрела. Они как раз за баунти рунами пришли. Вместе с Шадоу Шаманом. Две баунти им точно достанется. Даже три. Потому что еще Фантом Лансер забирал. Но тут единственный Вэби успел за баунти. Так, хорошо. Пока у нас еще 2-1. Но вообще начало достаточно спокойное. Ничего особо интересного не происходит. То есть пока просто бьют крипов. И вот возможно в миде наконец-то будет какой-то экшен. Потому что сюда переместился Баунти Хантер. Также здесь находятся Фли и Станкинг. На Фли уже размахивался просто своими ручками. Размахивался датинснейр по Рио. Но Рио вовремя отошел. И могли бы его принять. Могли бы его убить. Если бы был кто-то еще рядом. Но увидел БХ. Увидел, что действительно БХ здесь может его хоть немножечко доподсейвить. В такой ситуации под бодиблочев оппонентов. И Рио продолжает жить. Тинкера действительно нужно гангать. Если Тинкера не загангают. Если у Тинкера все будет хорошо. Если он быстро вынесет себе тот же самый блинг. То начнутся очень большие проблемы у команды ДжиДжа. Наверху. Вэлло зашел очень далеко. Вэлло прибывают. Фли тоже рядом. И откидывается топориками. Хоть каким-то образом этому бейсмастеру жить. Но я что-то не вижу особо аутов. Хотя сейчас выйти из-под Тирадин Тавра. Тирадин начал уже бить крипов. Вэлло откидывается топориками. Но приходит Санкинг. Да, здесь уже никаким образом. Не убежишь. Оффлейнер команды Имморталс отправляется в таверну. 3-1. Неплохо. Забрали еще раз бейсмастера. Соответственно. Ну, на самом деле это немного фрагов. Честно говоря. Тут еще внизу интересный момент происходил. Пока на топе убивали бейсмастера. Они нападали на ДК. Практически его убили. Но ДК в уводми поражал телепорт. И зато теперь ему пришлось очень много времени тратить на то, чтобы опять пойти вниз пешочком. В это время понятное дело, что МП фармил. У него и левел больше. И ситуация, конечно, гораздо поприятнее. Ладно, он фли движется к руне. Не хочет Рио, конечно, никаким образом отдавать тот самый дебл дэмэдж. Ну, на самом деле Тинкер видел же, что Нага идет снизу. Что ни в коем случае ты здесь руну не заберешь. Но почему-то бежал дальше за ней. Надеялся на что-то. Не совсем понятно на что в этой ситуации. Ладно, Рио будет... Точнее, Роя будет продолжать. Стоит на этой линии. Стоится ему тут неплохо. А вот внизу планируется выход. Причем выход со стороны что одного, что другого коллектива. Сюда подошел Шторм. Будут отпеваться вместе с Эксмайком на Шрайне. После чего, возможно, выйдут в какую-то агрессию на Тимберсоул. Хотя Тимбера пробить суперсложно. Стэн Кинг уже в спине. Выходит Драгонай ДК. Прожал форму. Пробивает потихонечку Дубу. Дубу. Должен умирать. Зацепили еще и МП. МП в сетке пока что ничего сделать не может. Но вот теперь уже начинает бить Стэн Кинга. Стэнли здесь 100% отправляется в таверну. Да, Феби. Получится ли забрать Феби. Пытается жить. Эксмайк не может последнюю точку нанести. Но есть Брэсфайр. И отправляет Глокерка в таверну. Тем самым Брэсфайром Драгонайт. МП остается жить. Эксмайк тоже. Это два таких неприбиваемых на самом деле танка с этой линии. Конечно, Эксмайка может пробить, но только лишь МП. За счет своих Верлинг Дессов. И Верлинг Десс он взял себе в двоечку. Пока что вообще Тимберчейн не собирает. Ой-ой-ой, проблема КВЕЧа наверху. Фантом Лайнсер получил Праймл Рор. И Вэлло очередной раз задавил. Вместе с Баунти Хантером. В этот раз получается делать убийство. 5-3. Счет. В пользу команды ИДЖ. Но преимущество Падолта уже хоть самую малость. Но в пользу команды Иммортал. Еще можно посмотреть по Крепстату, например. Как дела у Тинкера и вообще у Шторм Спирита. В этой игре, видим, Шторм себя комфортно чувствует. Он там, например, не убивали его. Такая же ситуация и у Тинкера. Оба сейчас пошли, подфармлили леса. 1400 сверху имеются у Тинкера. Достаточно скоро уже появятся у него те самые желанные травола. Эх, Рой ошибся. Рой отвел Крипов прямо перед тем, как можно было сделать стак. И смог бы он зафармить на один стак. Больше хотят посмотреть, Крипов все-таки появились. Да, получилось, получилось в итоге. Но была опасность. Крипов уже подходили. Было близко. Урна, опять же, для Клокверка. Он и в прошлой игре через урну играл. Ну, такой стандартный, хороший артефакт, который дает тебе выживаемость. И вообще, для инициатора он очень хорош. Надо посмотреть, опять агрессирует МП. Приходит сюда Шторм. И очень странно, на самом деле, он сюда приходит. То есть, нападать на Тинкера вряд ли получится. И, судя по всему, они будут меняться людьми. Ну, Тимбер, ну, топный отверст на этой карте. Тимбер действительно чувствует себя очень хорошо. Его пока что пробивать вообще нечем. И проблема-то в том, что Тимбера здесь нечем будет пробивать всю эту игру. Он будет носить огромное количество урона в файтах. Сейчас уже дерется с Виллианом. Виллиан потерял очень много мана, очень много МП. Выжег еще и Клокверк. Врывается дальше МП. Пытается пробить его уже потеря 1 вышкой. И Виллиана забирают. Это ошибка от Старма. Он не ожидал, что выйдет Фейби. А Фейби в итоге вышел и очень немало маны выжег за счет своих Кок. Не рассчитал, что он сперед. Вот поменялись линиями, скажем так. Ловко вышло. Но в это время Драгонайт перетянулся на топ. И они уже подпушивают Тавр. Используют Глиф и Морталс. Приходит сюда Фейби. Говорит, просто так я вам этот Тавр не собираюсь отдавать. Однако один в поле не воин. И рядом еще находится Бестмастер. Фли может подстрять. Рор под крипами все это дело. Станчик от Драгонайта в Клокверка для того, чтобы он к нему не подошел. Еще есть сеточка. Ну и забавно ударяется Фантом Лансера Коги. Но в это время они всеми этими действиями, возможно, они никого не убили. Но самое главное, они пока Тавр не отдали. Нужна помощь. И у Клокверка Коги в кулдауне. Фантом Лансер сейчас его будет добивать. Фейби тоже не выживет. Фейби тоже должен умереть такими темпами. Да, он в любом случае. Это ошибка от Бестмастера. Он подставился здесь. Он дал себе возможность цепануть его цепанули. Так бы они уже планировали отходить. И в итоге всеми этими действиями они отдали трех персонажей сразу же. Ну и Тавр скорее всего тут добьют. Общими усилиями, скажем так. Очень много убийств. 12 убийств на 10 минут игры. Довольно-таки агрессивная получилась игра. Агрессивное начало. Тирадин пока что ломают уже Фантом Лансера. На верхней линии. Не удалось это ломать. Возможно, Вэлла будет динайть. Но пока вроде как там 135 хп. Ты еще с этого момента динайть не можешь. Или можешь. Вот 135 хп. Я уже, честно говоря, не помню. Какой там порог хитпоинтов. Сколько процентов. Если 10, то уже можешь. Вообще вот с Тинкером обычно игры достаточно долгие. Но если у него, конечно, будет можно. Из плюсов против него имеется Шторм. Посмотрим как. Пока Тинкера в миде цепанули и убили очень просто. Как дальше будет, мы увидим. Еще в это время у Шторм Спирита проблемы. Шторм без маны. Ракетка, Замедление и Шторм здесь также будет погибать. В итоге разменяли мидера на мидера на разных нефтяках карты. Но Ампи стягивается на мид. Тоже здесь будет противостоять Икс Майку. Понимает прекрасно, что Драгонайт здесь пришел и произвел форму не просто так. Он хочет сломать Тирадин Тавр. Ампи будет ему мешать. Ампи убивает крипов. И, в принципе, здесь вообще ничего не боится. Хотя подходит Нага. Можно поймать Венснейр. Тимбер регенится. Очень жестко регенится. 20 стаков. Драгонайт врывается. Фэбби сразу же кастуется Сон. Пытается засейвить. ДК. ДК просто от Чакрама умер. Ой, как неприятно. Ой, 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 ой. Да, здесь забавно. Икс Майку уже успел вставать с Ворчакрамы. В итоге он... Ну, он и так бы не уходил. Но Нага молодец, попыталась. Не всегда работает, что сказать. Неопиятный момент. 9-6. И на первом месте в Вон Творцу находится до сих пор Тимбер. Так стандартно собирается через Худ. Дальше, скорее всего, будет Блодстоун какой-нибудь. Ну, а потом, в зависимости от ситуации. Может, какую-нибудь Шио увидим. Может, в этом духе. Время Шторм, Раста и Нага перемещаются на топ. Хотя здесь... Они не добили Тавр, слушай. Я думала, они добьют его. Еще в прошлый раз как-то переключилось вниз. Но вот здесь как раз Тинкер перешел и начинает этот самый Тавр динайть. Подходит Нага. Последняя точка сейчас мог бы ударить. Но нет. Квейч добивает. Супер круто. Все, Рио не подцепить. Так, Нага немножко, скажем так, запуталась, что ей делать. Либо Тавр бить, либо за Тинкером идти. В итоге ни то и то не сделала. Но самое главное, Тинкер не добил. Ребята из Джинши забирают вышку. Клокер внизу промахивается своим хокшотом. Видимо, хотели... У них был очень хороший шанс для того, чтобы забрать ДК внизу. Лучше бы попробовал Бестмастер с Рора начать. Но это неважно. В любом случае, сюда перетягивается Тинкер. И он уже протанкует и Тавр, и все что угодно. Смайк получил стан. И ДК здесь не будет выживать никаким образом. Доткнулся Брэсфайром. И больше ничего сделать не получается. Тирдлотавр лобает иммортал. И таким образом они могут выигрывать эту игру. То есть, действительно, вот так вот пушить... Ну, это многого стоит, когда-то на 14-й минуте. Также решили попушить. Раста поставил свои варды и прилетает Тибера. Достаточно долго будет ломать, но все-таки сломает. Ну, это фарм. Это фарм дополнительный для Эмпи. Ему приятно. Но Тавр падает. Тавр практически упал. Объезду на падение на Бестмастера. Его притянули. Здесь Шторм Спирит пришел. И это фраг для Фанком Лансера. Мегакик, кстати, уже у него. Ну, вот, знаешь, мне интересно, выиграет ли Фанком Лансеру или нет. Сейчас объясню свою позицию. То есть, я, например, смотрю на эти команды. Мы видим, у меня есть СДЖ и Молос и так далее. И видишь, кто как-то выделяется в своей команде, да? Ну, например, Эмпи в своей команде, я считаю, что он выделяется. Неплохо в прошлую игру. Плюс Тинкер неплохо отстоял. То есть, да, у него сейчас одна смерть, но тем не менее. А вот у СДЖ больше выделяются другие герои, нежели их коры. В прошлую игру вот как-то КВА вообще не было заметено. Посмотрим, сможет ли он в Фанком Лансере взять и затащить игру. То есть, ты можешь играть на кор позиции, но тащить. Это вот нужно чуть больше усилий и таланта иметь. Поэтому мне интересно, получится ли у него. Потому что старт у него очень хороший. По фрагам посмотри 7-1-1. Статистика. Ну что ж, пятнадцатая минута. Уже 17 фрагов на карте. Все очень интересно. Шадоу в шаман в опасной ситуации. Но Эмпи промахивается просто своим тимберчейном и в итоге никуда не улетает. Но Эмпи пробивать просто невозможно. Я не знаю, что здесь можно придумать на Аштанспирите. Возможно, даже какой-нибудь Дагон может помочь. Но Дагон, понятное дело, что на Аштармен не хочет никаким образом собирать. Тут Пэйл разобрался, точнее с Пэйлом разобрался Тинкер. Прилетел. Вэлла накричал. И за ультимейт очередной раз получилось данного героя забрать. Как-то не очень хорошо. Пик команды ИДЖ работает против героев команды Имморталс. Против тимбера в частности. Вот очередной раз Виллиан вынужден телепортироваться с линии. Тратить всю свою ману. И терять время. Терять фарм. Эмпи в это время продолжает фармить, продолжает набирать. Тимбер все еще топный отверс на карте. И он обгоняет своего визави очень серьезно. Две с половиной тысячи голды преимущества над Фантом Лейнсером. Это многого стоит. Внизу. Вэлла. Тоже подцепили. Так, без нас здесь убьют 100%. Он оставался слишком долго в позиции на нижней линии. Его должны были когда-то за это наказать. Вот, в итоге наказали. Тинкер его откушивает. По артефактам, что у нас интересно, у Тинкера Блинк появился. Дальше он вот интересовался, будет через Линзу играть. Посмотрим, что потом. Я все-таки думаю, что, скорее всего, это будет агоним. То есть, стандартное. То есть, через догоны, вот эту сборку, через Хекс, играют в основном, скажем так, в выг... Ну, бустеры очень часто, когда играют не на своем рейтинге и так далее. В профессиональных играх чаще всего агоним доминирует. А где ты видел через догон, когда он играл? Тинкер. Не, ну Тинкер иногда собирает догон. Да, и в профессиональных играх бывало такое. Ну да, да. Конечно, реже. То есть, просто он себе соберет агоним сейчас. Если у него будет все супер круто, то он может себе просто дальше сделать еще и догон. Вот в чем дело. И догон здесь будет смотреться очень неплохо. В плане того, что ты буквально за один прокаст снимаешь Шторм Спириту больше 70% здоровья. Ну, тут еще в зависимости от того, насколько Шторм Спирит будет сам забущен. Тут MP поймали. MP. С Блатстоуном уже очень не хочется сейчас умирать. И Темпер Чейном вроде как спасается. Работает против него Спирит Весел. Спирит Весел это, конечно, артефакт, который контрит Темпер, очень серьезно. Дубу подцепил также KYH. И должен сейчас ее забирать. Внизу нападение на Драгонайт. И Тендрагонайт забирают Клокверк вместе с Бистмастером. И без каких-то проблем. Пока на топе привлекал к себе внимание Тимбер. По поводу Дагона. Я думаю, в этой игре все-таки Хекс нужен против Шторм Спирита. Дагон, он не особо помогает. Но если на тебя Шторм будет нападать, он тебя в итоге может убить просто. А вот когда у тебя есть Хекс, то ты уже ничего сделать не сможешь. Против этого героя, наверное, лучший артефакт, если цеплять его и так далее. Ну, в итоге посмотрим, что он соберет. Кстати, тут у нас опять Шторм... Нет, в этот раз должен отсюда уходить. Знак где-то пропела свою песню. Нет, мне показалось. Показалось. Посмотри, тоже большое количество стаков внизу подфармливают. Бистмастер. Оставил своего Сокола на Вижен. И раз, то, скорее всего, будут цеплять. Айфебия. Да, промахнулся до этого Худшотом. Но действительно будут дальше заниматься. Оставится, правда, пока что много-много змей. Массерпент Вордс и Стэн Кинг. Будете умирать? Да, Стэн Кинг взлетает. У него все-таки ракетка, он направляет в Терну Дубу. Начинается уже пробивать Хмайк под формой. Очень неплохо. Киви Эш должен сейчас убирать. Да, поставил немножко Тинкера. В итоге у нас сразу разум получился один Тума. И Нага Сирена пропела свою песню. Топоры. Отсюда все улетают. Бистмастер подошел, но в любом случае маловато выходит. Вот, Иммортал с этот замес проиграли. То есть даже несмотря на то, что они Расту под треком забрали, все равно Тинкера терять очень не хотелось. Ну, теперь два Тауэра будут пробивать. Иммортал здесь действительно движется потихонечку к базе оппонента, к их хейграунду. Здесь, правда, куча телепортов от команды из GG. Стоило бы постраниться. Вэло подцепили. Вэло уже стоит продать. Летит Чакрам и все остальные уходят. Окей. Просто отдали Тинкера, отдали Бистмастера. И ничего не спушили в этой ситуации. Имморталс не самая для них приятная ситуация. Ну и пытается. Ну, Шторм уже начинает летать достаточно легко и легче инициировать. В это время прыгает у нас Клокверк на Шадо Шамана. Змеек сейчас нет под треком. Правда, в этой стороне выгрызаются в Бистмастера. Под Шрайном отлично у нас сеточка. И вот сейчас будут пытаться идти Тимбера. Проблема в том, что у Диффуза есть у Томпы Лансера. И без маны он ничего тут сделать особо не может. Минус 4. Отличный замес из GG. Да, Спирт Весел это, конечно, артефакт, который супер неприятно смотрится против Тимберсоу. Просто ужасно неприятный артефакт. Я не знаю, надо придумывать все Лотосорб поскорее, потому что такими темпами ты просто все заряды Блудстоуна растеряешь. Уже 9 осталось. Было 14 на старте и... Хочется! Хочется регенить мана. Тимберсоу это тот герой, который очень сильно зависит от зарядов Блудстоуна. Но МП делает себе все правильно. На самом деле делает тот самый Лотосорб. Без Лотосорба ты здесь особо не подерешься. МП нужно как можно больше денег и... Примерно понятно, откуда он будет эти деньги получать. Драгонайт внизу в виде темпи. Ну, закинул Блудсфайр просто, чтобы отпушить линию, хотя здесь опасная ситуация. Фэби тоже подошел, можно использовать хукшот. Улетел, улетел на ХГ. Увидел! Фэби, какие хорошие коги! Сбил телепорт, прилетает Тинкер и... Тут уже и Смайк и ничто не спасет. Пора лазеров, ракеточек. И работает также еще и... Прокаст от МП. Да, это минус Драгонайт просто моментально. В чем проблема этой ситуации? Это то, что как раз вроде бы на четверых убивают Драгонайта, но нет того, кого бы они хотели видеть. Им больше всего не было Баунти Хантера. Его треком обидно вышло на самом деле. То есть там достаточно много золота получилось бы дополнительного заработать. Как-то, честно говоря, пока не впечатляет себя у меня лично, кроме на Баунти Хантере. То есть он погибает там, где не нужно, и не находится там, где нужно. Вот сейчас он обязан просто был быть там. Но его там не было, к сожалению. Тавр забирает у нас Битмастер. Нападение на Нагу Сирену. Вместе с ИП они должны здесь в любом случае его бить. Так как еще и Тинкер прилетел, им помог. В итоге вот фраг очень хороший получилось сделать. 30 секунд до появления Наги Сирены. Ну а теперь под пуши Тавр развести на Киев. Приходит Драгонайт. Раз, там начинает пытаться хотя бы как-то подраться. Цепляют ИП, прилетают сюда Шторм Спирит. И ИП серьезные проблемы. Вот толстый Тимбер. Вы просто видели, что с ним стало его. Изничтожили. Феби тоже никто не отпустит. За ним идет Фантом Планцер. Хотя Феби делает очень красивый мув. Он делает хукшот на лесных крипов. И, в принципе, этим выигрывает себе достаточно много времени. Ставит отличный Коги. Посмотри, как красиво он. Столько маны лишил Шторм Спирита. Но сетка от Наги Сирены все эти вопросы лишь решает. Забрали. Да, действительно, как ветром сдуло. Это самая реплика. Шторм Спирита здесь вписывается супер хорошо. 23 минуты игры. Графики в нуле. И игра очень равная. И сейчас вообще непонятно, действительно, кто же здесь содержит победу. Пока что Тимбера убивать получается у команды из GG. Если бы его не получалось убивать, возникли бы просто огромные проблемы с MP. Потому что MP действительно очень немало дэмжа вносит в файте. Но нужно сделать Lotus Orb. Lotus Orb делаешь. И проблемы по-быстрому вроде как решаются. Дубу. Подцепил очередной раз Виллиан. И вместе с Фли получился разобрать. Так. Ну, посмотри. Даже по фрагам. Если так посмотреть. 20-12 счет. То есть 8 фрагов преимуществует GG. Но небольшое даже до сих пор преимущество из Тиммортус. Может за счет треков. Хотя не так много, на самом деле, фрагов под треками было сделано. За счет своих линий. И один из таких явных плюсов. Это то, что у них все равно у Тинкера и у Тимбера очень хорошие нетворсы. Но проблема в том, что Шторм уже может в соло убивать Тинкера. А у Тинкера еще даже Аганима нет. То есть появится Аганим только потом Хекс. Только в этот момент с появлением Хекса Шторм ему ничего делать не будет. Фантом Лансер уже приобретает себе Блинк. Кстати, тоже такой интересный момент. То есть до появления Манты он решил себе приобрести Блинк. Потому что обычно все кеманты собирают. Нафли сделал себе Блинк. И возможно это поворотный момент. Потому что Нага, которая будет прыгать. Которая будет под сном также еще цеплять. Не как какого-то Тинкера. Очень сильно улучшит потенциал команды из GG на инициацию на Тинкера. Супер хорошую. И вот сейчас, в очередной раз, просто Шторм. Впрыгивает в Тинкера. Использует Орчит. И получается с ним разбираться. А теперь это сможет делать еще и Нага. Заходит на Рошана. Из GG у них все очень хорошо. Тинкера не будет еще 40 секунд. И мне кажется, что Рошан здесь отдает Immortals. Никаким образом подраться не получится. Там разве что ракетку закинуть. Надеяться на то, что она Рошан добьет. Ну что ж. Теперь у Тинкера будет серьезно. У Шторма все очень хорошо. Он 18 уровень. Там Морчит. Кая. 1400 золота. По проблемам будет ли у нас что-нибудь на Рошане. Интересно. Что он. Врывается на Белло. Бестмастер минус. Очень быстро. Еще тут Раста цепляет у нас Баунти Хантера. И так же разбираются. Ну и теперь можно спокойно, без каких-то проблем добивать Рошана. Да. Шторм рядом. Кастуется Сон. Впрыгивает дальше. Фли. Цепляет Феби. Феби. Очень большие проблемы. Тимберсоу также рядом. Тимбера надо по-быстрому пробить. Выжить его всю мана, чтобы он ничего не мог сделать. Ампи. Отправили в таверну. 4 заряда в Латстоуне уже имеется. Очень неприятно играть на таком шторм... На таком Тимберсоу. Шторм идет дальше. Феби. Получает еще и Оркет. Ну и конечно умирает в этом эпизоде. Что-то мне подсказывает. И GG закомбетчат в этой игре. И закомбетчат только хорошо. Да, они закомбетчили, но в плане того, что доведут дело до конца. Очень вероятно. Потому что пока Тинкер очень уязвимая цель. Его легко убивать на шторме. Плюс Тимберс ничего не может сделать. То есть вот это заберется перед Весел. Во-вторых, он не наносит столько урона, сколько нужно от первой позиции. И Фантом Лансер, он станет еще более жестким. А вот на Тимбере, то есть есть варианты сборок, разумеется, но он уже не такой опасный, как был раньше. Почему его сейчас перестали брать? Потому что линию он выигрывает, а дальше по игре он, скажем так, не то, что он бесполезен. Ну, против определенных героев, разумеется, полезен будет. То есть, например, он до сих пор полезен против Драгонайта. А вот Пел с диффузами лишает его маны и вообще какой-то там можности в итоге двигаться. Он не так сильно его будет пробивать, но в итоге-то он его убьет. Потому что для Тимбера без маны это... Тут дуб в очередной раз поцепили. Очень плохо все, Мортал. С этот Блонтихантер не должен был умирать. ВХ, конечно, шел туда для того, чтобы поставить варт, но ему и варт не дали поставить. И самого отправили в таверну. А теперь команды из ЖЖ с Аегасом, с абсолютно всеми привилегиями, которые только можно сблучить в этой игре, отправляются искать Тимбера. Если Тимбера очередной раз убьют, мне кажется, МП просто уже должен написать ГГ. Промахивается по дереву, ай-яй-яй, как же неприятно. Залетает сразу же Шторм и... Такое ощущение, что МП здесь убьют. МП цеплят в сетку. НСНР есть на Фэйбе. МП отправляется все-таки в таверну. Клокверк. Попытается хоть что-то сделать. Получает Саленс и тоже умирает. Смерть это еще не конец. Но по сути... Ну, пока... Даже ответить все Морталс никак не могут. То есть, у них вроде пик, который должен делать все-таки, знаешь, фраги а-ля БХ находят. Дэд Вижен, Рор от Бестмастера. И Тимкер прилетает, добивает быстренький минус. Но в итоге этого сделать не получилось. Они слишком много нафидели. И вот уже из GG подходят к хэкграунду. Очень агрессивно действуют. Потому что два героя в таверне. Почему бы не поставить свои змейки? И, разумеется, здесь эта сторона точно упадет. Что будет по поводу второй? Ну, сможет попозже, посмотрим. Да, Тир-3 ломает. Тир-3 действительно очень быстро падает. Попытается пробить также еще и бараки. Проблема у Дуба. Дуба зацепили. Дубу очередной раз рываются. И мне кажется, что... Сейчас 100% упадет одна сторона. Да, мне не кажется, что здесь 100% упадет на одна сторона. И, возможно, даже команда Immortals напишет GG. Прыгивает Фли. Фли не зацепил Тинкера. Хотя это была его главная задача. Но в итоге он улетает отсюда. И... Тавер. Конечно. Точнее, Тавер и бараки засейвить команде Immortals не получилось. Достаточно просто. Они не просто забрали сторону. Они еще и героев забрали. И, если я не ошибаюсь, никто же не умер. Даже Шетушамар, да, ушел? То есть они никого не потеряли? Да. За эту сторону. Это очень здорово. То есть ты обычно когда идешь на сторону, ты кого-то все-таки отдаешь. И даже когда мы говорим, что вот, ребята забрали сторону, но умерли вчетвером, но они выполнили свое главное предназначение. Потому что настолько важно забрать эту сторону против Тинкера, против которого сложно это делать. А в данной ситуации они забрали сторону против Тинкера и никого не потеряли. Так, в следующий раз выход на MP, MP провязал свой Тимберчейн, но в итоге не улетел абсолютно никуда. Шторму приходится отходить, потому что здесь уже Фэбби. Добили Баунти Хантера. Дальше летают лазеры по всем. Виллиан может такими темпами действительно очень быстро умереть. Виллиан под маршами дерется. Отправляет его в Тавер, но только лишь на 3 секунды, потому что у него есть Аегис. И что же будет делать дальше Шторм? Шторм врывается. Вэлло не цепляет. Тимбер пробить. Вэлло очень быстро взрывают. Фэбби тоже пытается потихонечку пробивать. У Фэбби очень больно. MP выжгли всю ману. MP ничего сделать не может, хотя пока что под Лотус Арбом все же живет. Тинкер продолжает настреливать с лазера ракеток. Рио не подставляется ни в коем случае. Пытается пробить дальше уже Икс Майк. Икс Майк пока что живет. Но за Икс Майком можно бежать дальше. Икс Майк пытается уйти на Блинк Дайгере. И вроде как пока что уходит все еще Ишу Куэй в Сатир Мучитель. Господи, как же неприятно Икс Майку. Мне кажется, что за Икс Майком дальше могут сейчас еще и погнаться. Иммортал. Но нет, Тинкер сейчас летит. Ой, смотри. Ой, сейчас опасно может быть. MP рядом. Шторм есть. Шторм его увидел. Шторм врывается. Находит Боунь Кантера. Боунь Кантера моментально взрывают. ВХ, правда. Повесили вовремя тот самый Лотус Арб. И... Дуба выживает. Ну окей. 11 тысяч преимущества за команды из GG. За пару последних файтов они действительно очень много выиграли. Ну конечно, они дерутся на вражеском шрайне и выигрывают за мест. Несмотря на то, что на этом вражеском шрайне огромное количество настаканных маршей. Там проскасты, Тинкер. Все очень здорово на самом деле делал. Но этого как-то не хватает на самом деле. Не хватает это за счет того, что других героев не хватает урона. То есть, например, отпустили Пээлло, у которого там 150 хп. Отпустили Дэга, у которого 300 хп. И за тот замес, который они должны были по идее выигрывать, они с вами собрали только раз. Ну, кстати, вот сейчас... Ну, слушай, 1-11. Просто кошмар. Да, Вэлло попытался откинуть с ультимейтом. Попал по Пэлло и... Сон. Сон по всем. Сон по всем. Тинкера можно ловить. X-Maiq сразу же подходит. Надо использовать Драгон Тейл. Но Рио успевает сделать блинкаут отсюда. И Рио уходит. Вы только посмотрите. Летают ракетки. Рио возвращается в этот файт. Будет дальше с лазеров все-таки пытаться снижать демэж, которые могут наносить его оппоненты до нуля. Ай! Дальше, Рио, ты посмотри, как раскастовывается. Просто какой же он красавчик. Да, Стэнкинг умирает. X-Maiq тоже такое ощущение, что здесь может умереть. MP идет дальше. Рио очень много демэж наносит. X-Maiq. Последняя ракетка. Да, это минус. Но футбластера было близко. Они гнали его очень долго. Но, как вы видите, он в итоге выживает. Было бы больше треков, конечно, была бы ситуация поприятнее. Но они для себя хорошо подрались. Что хорошо сделал? Тингер хорошо все сделал. Он... Кто хорошо все сделал? Да, именно он. Благодаря ему сейчас команда смогла кое-что сделать. Во-первых, этот блинкаут, он очень разрешал серьезно. То есть им пришлось идти дальше. Он уже там пошел кидать ракетки, лазерки и так далее. И благодаря этому шторма очень сильно прохарасили. Его убили, сняли большой очень стрик. Тут еще и блатстоуна потерял. Ну, зарядных блатстоунов потерял. Так что в итоге получилось конец-то. Имморталс показали зубки. Как бы это запомнило. Чао. Ну, это 33-я минута. Преимущество упало до 7 тысяч. Это команды из GG и Immortals действительно могут драться. Но это было... Ну, было больше похоже на какой-то единичный случай. То есть здесь действительно были ошибки от... Из GG супер хорошо повезло Роя. Роя замерз во сне, повернувшись в ту сторону, в которую нужно ему блинк делать. Таким образом, он спасся. Они на него очень много провизали просто в пол. Смок очередной от команды GG. Они хотят поймать своих оппонентов, как только появляется ультимейт от Фли. Есть, соответственно, Слип. И со Слипом можно будет ловить кого угодно. Знают ли, Immortals, что примерно что-то подобное происходит сейчас. Очередной смок есть еще и Immortals. Встречается Фли. Может кастовать свой ультимейт. MP сразу же получил Хекс. Выключают Phantom Lancer, но это не совсем та цель, которую стоило выключать. Но нужно было выключить Фли. X-Microx кастовал свою ультимативную. Будет драться в форме. MP попытаться пробить. MP очень жирный. MP пока что есть мана. И пока ничего не делает в этом файте MP. Тинкер настреливает с ракеток. Тинкер вынужден держать дистанцию. Его очень легко подцепить. Очень много демэджа залетает именно с ракеток. Вот сейчас лазер, по-моему, вообще ничего не залетело. Слишком не больно получилось как-то Тимберсоу. Или он каким-то образом вдохнулся. Ну, в общем, странно получилось. Потому что лазер был, урона нет. Что сон лишнее. Вот помнишь, мы говорили о том, что в данной ситуации сон ни на что не влияет. То есть, у вас не подкопать сон. Так как нет какой-то комбинации с дезраптором. И правда, фли в итоге здорово подцепил. Но что в итоге? Вы кого будете фокусить? У тебя штормы так далеко вылетают. В это время бессмастер уже дрался. Странный, на самом деле, момент произошел. Может, им стоит использовать сон только для отхода? Потому что убить или перегруппироваться, как им в ГГИ, не очень получается. Ну и фли. Фли бегает в инвизе. Фли может попытаться подцепить МП. Но здесь вся команда рядом. Тинкера пока не найти. Тинкер сплитпушит все это время. Он в любой момент прилетит и будет пытаться помогать своим тиммейтам ломать льва. Преимущества уже никакого, я бы сказал, нет за СГГ. Потому что 6000 на 36-й минуте, но это не так много. Это вообще немного. Ну и Immortals, в принципе, легко это преимущество отыграть. Потому что у них все-таки имеется Батт Хантер. Если он, конечно, немножко остановится в плане спотфида и возьмет себя в руки. Но им сложно, если команда против него умеет играть. То есть у тебя же эскейпа никакого нету. Ладно, 7000, потому что, например, хорошо подраться. Тимберу нужно подумать над своим амитом билдом. И посмотри, ему сам отправляется в смоках. Immortals в роли нападающих. Ну, в нападении у них получше получается, чем в защиту. Как мы это прекрасно с вами знаем. Хотят заканчивать эту серию за две карты. Преимущество за ними, напомню, в одну карту имеется. Ну, Стэн Кинг есть. Стэн Кинг, который сейчас может увидеть этот смок. Да, получается сразу же Хекс от Тинкера. И Шедл Шамана здесь ничто не спасет. Никакой контурнициации от оппонентов нету. ПКБ, кстати, появляется у Шторма. У Тинкера. Момент, которого мы так долго ждали. И продолжение. Ракетка. Они примерно должны знать, где находится Х-Майк. И Фэби, красавчик. Он попадает своим фукшотом. Сбивает на Драгонайт. Это Телефорт. Ну, и Драгонайт под треком. Получает рор. Большое количество урона. Его просто ИМП сбривает. И зарабатывает неплохо золото за этот фрак. То есть это 380 золота. Плюс на команду там по трекам. Нормально зарабатывает. То есть, точно так. Да. Очередной выход, который выничал с успехом. От команды Immortals. Это уже второй или третий подряд. Такими темпами скоро появится Рошан. Рошан уже стоит. И на Рошане можно будет... Сейчас просто абсолютно спокойно команде Immortals его забирать. Потому что нету того самого Драгога. Драгонайта, Дубу подцепили. Что раз верю, просто в соло с ним разобрался. Дальше идти за Фебя. Фебя поставил хорошие Коги. Его цепляют. Инстинер работает. И Фебя отсюда никуда не уйдет. Прыгивает дальше Виллиан. Получается, делает уже минус 2 перед Рошаном. Команде ИДЖ никаких байбеков не имеется. Финкер в это время подпушивает линию. И Бессмастера также цепляют. Но он пытается уйти с помощью телепорта. Да. Хватило маны все-таки на притяжку. Вот и Нага потратила свой цон. Но это ни на что не влияет. Они все равно сейчас должны отправляться на Рошана, скажем так. Да, должны его забирать. Абсолютно без проблем. Хотя, конечно, сейчас появится уже у Бессмастера ультимативное. И можно будет байбекнуться. Можно будет даже, возможно, на это Рошане 4 на 5 подраться. Но, с другой стороны, никакой инициации в пике команды. Иммортал без Клокверка нету. Ну, нет, она есть. Как бы можно выключить одну цель. Но тебе нужно выключать сразу две цели. То есть, это и ИПЛ, это и Шторм Спирит. С другой стороны, да, тебе не приходится выключать Нагу. Потому что она уже раскистывала сон. Но Рошана падает. На Рошана не решили все-таки выходить игроки команды Immortal Sea. Придется теперь дефаться. Ближайшие несколько минут. Ближайшие 5 минут. Возможно, они даже с базы не выйдут. Шторм Спирит с Аегисом это очень жестко. Они просто подождут, когда у Змейки... Когда Змейки у Расты будут, пойдут по... Либо пойдут по нижней линии, так как там, посмотри, Т1 и Т2 еще стоят. Ну, это деньги, которые можно легко заработать. Как раз у Расты откатятся его Змейки. И можно будет на Хакграун заходить. Да, Виллиан. 14 заряд в Бластоне. Все очень неплохо. Вот его Шторма. А в то время как у Тимберсоу, ну, 8, не все не так плохо, казалось бы. Но все равно неприятно. Не настолько много, как хотелось бы. Не хватает от Воригена Тимберсоу. Сделал себе Лотус. Нужно, возможно, даже какой-нибудь Локинг Барс себе придумать, чтобы тебя в файте маны не выжирали. Потому что слишком много выжигает тот самый Фантом Лэнсер. В таких ситуациях импи просто бегает, не значит, куда ему прийти, что ему делать. Потому что он может только с руки отбивать, да и сам еще не может уйти с того же самого Тимберчейна. Вообще, Раста могла бы задуматься в этой игре о покупке Аганима. Против Тинкера хорошая вещь. Вообще, мне повезло его ранее. Он меня три назад комментировала игру. Я как раз-раз-то в соло Тинкера могла убивать с Аганимом. Ну, там слишком много урона, если ты в кекс его ловишь, ставишь Змейки. И практически, ну, сложно. Правда, сейчас у Тинкера все очень хорошо, и еще БГБ он собирает. Но, в любом случае, почему Аганим здесь был бы хорош? Потому что сложновато заходить на Файгран против Тинкера. А вот Тинкер как раз этим Змейкам ничего не делает. И Тимбер, в принципе, тоже. Ну, то есть подходить нужно и их очень долго убивать и так далее. Что ж, сороковая минута игры. Все затягивается, затягивается довольно-таки надолго. У Тинкера имеется хекс, он делает себе Блэкин Бар. После БКБшки дела могут пойти чуть получше. Потому что, действительно, Шторм его ловит только лишь в тех случаях, когда... Тинкер не под БКБшкой. А под БКБшкой он может сделать очень многое в такой ситуации. За счет того, что очень неплохо работает против Белла. Запили МП, МП, поспорит Веселом. Врывается Шторм, прыгает Велла. Велла моментально взрывается. И, конечно, здесь богоподобие для КВХ. Дальше подцепить Дубу. Дубу тоже умирает. Фэбби хоть каким-то образом задефать. Хукшот использован, но такое ощущение, что он может сам сейчас умереть. Раскидываются ракетки, но ракетки вроде не спасают ситуацию. Сон от Наги пошел. Рио попытаться зацепить. Рио ублинковывается все же на фонтан. Но МП вместе с Фэбби все еще рядом. И МП вместе с Фэбби пока что уходят. За это время команда из ЖЖ пытается сломать строение. Лучше всего идти на топ, сюда ставятся Змейки. У Фантом Лансера, если что, еще не имеется. Шторм все-таки цепанул Тинкера. Но Тинкер был достаточно близко к фонтану. Подойти никто не мог. Получает Хекс. Пока живет. Однако в бараке. Что с бараками? Используется Клифф. Показывает, давай тебе двигать после того, как Лив закончится этот барак. Шторма летает. Получает Хекс. Шторма. Шторма выбивает Аегис. Хорошо. Но много ресурсов было покорочено. И да, это только Аегис. Фэбби. Пока что живет. Фэбби вроде отходит. МП тем временем пытается пробить фунтану Лансера. Но Пэл выживает тоже. И падает вторая сторона. И снова без потерь. Команда Джжи зашла на граунд. И сломали они все-таки сторону очередную. Осталась последняя, третья сторона на нижней линии. МП. Пытаться цепить МП. Ой-ой-ой, как же неприятно. Баны нету. Фэбби тоже рядом. МП, если здесь умрет, то скорее всего это гудгейм. Пытается хоть каким-то образом жить под Лодус Арбом. Его форстафят. Но не получается засейвить. Роя также отправляется в таверну. Вынуждается байбекаться. И, по-моему, это все. Очень похоже на конец. Но Тинкер пытается хоть что-то сделать. В драке на развороте. Есть сон от Наги. И тут ты уже никаким образом никого не заберешь. Нага тоже делает. Тип-аут. И ценой только лишь одного Пэла. Ну и Драгонайт тоже сейчас убивают. Получается забирать. В верхнюю сторону остается только лишь Тир-2 тавер. И Тир-3 на боттвен линии. Ох, что можно сказать. Ну, слишком много. Они потратили на деф этой стороны. И в итоге ее не отдефали. А здесь потеряли Пэла и ДК. Но это, скажем так, слишком легкая цена. Дешенько отделались, на самом деле. В любом случае, две стороны. Теперь Тинкер еще будет посложнее все это дело отпушивать. Рестница Пэла и ДК. Можно будет подождать, пока ДК соберет Блэкинг Вар. Можно подождать, будет третьего Рошана. А это уже рефрешер. Это значит, две пачки вардов на Расте. Можно прям втрон идти. И пока Чехотаре не начнется. Ну, это самая Раста. Он отправляется в таверну. 73 секунды. Очень неприятно. Он зря здесь находился. Непонятно вообще зачем. Нашли и нашли. Ладно, это не важно. В любом случае, они там на ХГ уже не пойдут. Хотя кто знает, кто знает. Нет, я не думаю, что они рискнут настолько сильно. Потому что там у них Тинкер без байбек, а Шторм до сих пор может влететь. Скажем так. Да, друзья, сейчас ставится пауза. Пытается хоть каким-то образом шедушаман сходить по делам. Скажем так. Ну, а у вас на экране появляются наши твиттер-аккаунты, на которые вы тоже можете подписаться. Что угодно нам писать. Давать какой-то фидбэк. В общем, друзья, если вам нравится трансляция, первая вещь, которую вы можете сделать, чтобы нас отблагодарить, это именно подписаться на наш твиттер. Ну, а пока продолжаем смотреть за игрой. Да, мы вам за это будем очень благодарны. Спасибо. А за игрой тут не посмотришь, потому что... Что, еще посмотрим на твиттер-аккаунты? Ну, я могу. Я могу организовать. Ну, отжимается. Да, хорошо. Итак. Фли уже с Хексом. Фли с Хексом, с Форстаффом и с Блингдаром. Я в последний раз увидел Нагу Сырену вот настолько запакованной где-то год назад, и она была на коре позиции. Ну, супер-поздняя игра уже у нас выходит. Здесь, но в последнее время, все-таки, игры стали намного быстрее, чем было до этого. Вот я уже замечаю, что Нага Сырена действительно настолько расфармленная, бывает очень редко, и Нага Сырену берут почти в каждой игре. Может быть, это с Нагой игры заканчивается настолько быстро обычно? Вот я даже не знаю. Ну, может быть. Ну, я бы не сказала, что она очень быстрая. Тут уже 43-я минута у нас. Да, так я и говорю, что эта игра, она как раз-таки довольно-таки долго идет, и я Нагу такую запакованную не видел в 200 лет. Так, может быть. Да, я поняла тебя. Нет, не думала немножко о другом. Ну, хорошие, правда, артефакты. Кстати, дабл дэмэджа идет на боте. А раз-то сейчас рестница у нее будет с Мики, в смысле, раз-то вообще собирает себе БКБ-шку тоже. Забавный момент. Видимо, она уже уверена в том, что выиграет. Может, такой артефакт тебе позволит собрать в таком случае, конечно же. Идут по низу у нас ребята из команды с GG. И очень вероятно, что нас ждет третья карта и в этом противостоянии. ДМП идет дальше. Кого-нибудь зацепить бы здесь. Командист GG на самом деле. Так, Шторм влетает. Рядом также еще и Баунти Хантер. Накил он свой трек. В итоге сбил Линкенсферу, но сам за это может пострадать. А Феби получает Хейкс. Феби. Врываться дальше. Кого-нибудь зацепить. Смайк не самая лучшая цель. Тир-2 тавер падает. Тир-2 100% поведет. Его дефать нет никакого смысла. Тут ты ничего не сделаешь. Ты должен драться в позиции. Говорит тренер команды Immortals MP. Наверное, я не знаю. Ну, стоит драться на хэкграунде, действительно. Или как-то неожиданно подловить, если вдруг позволяют. Если вдруг подставится кто-то из команды с GG. Пока что Immortals не в самом выгодном положении. Рио. Ну да, 17 тысяч. Так, достаточно много и две стороны. Ну и позиционно тоже. То есть им приходится дефать тот самый хэкграунд. Никуда им не выйти. В это время команды из GG может немного пофармить. Ждут Рошана. Игроки и команды из GG. Рошан, ну мы узнаем через сколько он появится через 10 секунд. Если он появится прям моментально, то мне кажется, что можно будет писать гага в команде Immortals. Но я думаю, что Рошан минутки через 2 появится или вроде того. Ну-ка, ну-ка. 22 секунды. Эх, хороший тайминг. Но пока что им не пользуются игроки команды из GG. Фэбби зацепили. Локерка должны как можно скорее убить. Фэбби не успеет ничего сделать в этом файте. Фэбби отправляется в таверну. Убивает также и Баунти Хантера. MP пытается жить под Лотос Орбом. Но Лотос Орб захочется после сна. БКБшку приходится использовать Аквейчу. Выгрызается он уже в MP. MP отправляется в таверну. MP может в байбэк. У него есть еще 70 секунд. Рио подцепили. Рио без байбэка. Тинкер может сейчас умереть. Тинкер отправляется в таверну на 110 секунд. Байбэк это сразу же вся команда, у которых есть байбэки. И нужно дефить кайграунд. Тут нужно дефить трон. Тут нужно дефить трон. И посмотрим справиться с Тим Тимбер и Вистмастер. 24 тысячи преимущества у СГГ. Икс Майк понимает, что нужно просто ломать трон. Но почему бы еще не сломать лицо байбэка, вшившемуся Тимберу. И в итоге от ГГ, в Гудгеймбл Плейд, у нас будет третья карта. Да, друзья. Поздравляем команду СГГ с тем, что они все-таки смогли. И отбиться на второй карте, и теперь будет все решаться в третьей. И последней карте этого Беста в три противостояния. Но не стоит расставляться. Если сейчас у вас получилось выиграть корейцев, то на следующей карте, возможно, они вам подсунут какого-нибудь кота в мешке. Не знаю, в виде суперкрутого пика Чена. Чего-то подобного. Я даже не знаю, на самом деле, что сейчас стоит банить команде СГГ. Ну, наверное, Чена. Чена Тинкера. Зато я знаю, что не нужно пикать команде Immortals. Я думаю, что БХ был не очень хорош. Мне очень понравилось, как он себя позиционировал, что он вообще делал. Посмотри на его ценность. Три 500 за столько времени. Это БХ. Плюс, ну, урона от него не очень много. Его, как бы, основная идея была в том, чтобы давать вижн треками для того, чтобы Тинкер делал фраги. Но он так много умирал в самом начале замеса, что никаких треков не было. Никакого вижена тоже не было. Соответственно, Тинкер, эти их ребят, которые под треками должны были бегать, не убивал. Поэтому ждем, посмотрим. У нас третья карта очень скоро стартует. Да, друзья, поэтому мы уходим.